и садовые гномики и садовые гномики о боже мой это главный вопрос но помимо того что они мафы зачем они вообще нужны что это такое нет на самом деле подожди ответ то есть поэтому сейчас мы наверное поговорим о том какие бывают виды мафов нет мы об этом не поговорим не дожди нет это не то как бы нам это закруглить то все очень сказали не сказали здравствуйте приветствую вас на канале европлан сегодня мы встречаемся с ольгой бондаревой которая помимо всех прочих эпитетов которые можно к ней употребить еще и ландшафтный дизайнер и я даже не побоюсь этого слова ландшафтный архитектор и мы хотим сегодня пообщаться по поводу малых архитектурных форм в саду здравствуйте ольга здравствуйте ну во-первых расскажите нам что такое малые архитектурные формы так называемые мафы ответ кроется в самом названии малые архитектурные формы в саду то есть у нас уже есть сад и мы туда ставим архитектурную форму да то есть если сад это такое длинное 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 предложение с кучей слов, переходов и выражений, то малая архитектурная форма – это большая жирная точка в ней. Обычно всё-всё-всё в садовой композиции сводится к мафу, он притягивает себе взгляд, он акцент. Это первое, что ты видишь, когда глядишь на композицию или вообще на какой-то фрагмент сада. То есть для того, чтобы сделать малую архитектурную форму, сначала всё-таки нужно посадить сад. Мафы – это неживые элементы сада. Я, наверное, сейчас говорю о каких-то всё-таки украшениях, потому что в широком смысле слова «мафы» – это и беседки, и перголы, и какие-то решётки, и какие-то вот такие вещи. Поэтому сейчас мы, наверное, поговорим о том, какие бывают виды мафов. Что у нас сейчас, как обстоит дело с мафами на нашем рынке? Что мы можем вообще привнести себе в сад? Что поставить, чтобы сделать такой акцент? Когда мы приходим в садовый центр, что мы видим там? Мы на самом деле можем приобрести два вида мафов. Либо что-то такое весёленькое, дешёвенькое, простенькое гномиков. Либо очень долго искать своего архитектора, смотреть на мафы в каких-то выставочных садах, найти своего автора и приобрести очень какой-то дорогостоящий, красивый, из эксклюзивных материалов, какой-то супер-пупер маф. Маф – это то, что нам доступно, ну, если у нас есть финансы, на второй тип мафов. На самом деле это проблема, потому что вторые мафы, безусловно, прекрасны. И они украсят любой сад, но обычно они очень дороги. А первый тип, он представляет ту разновидность черпотреба, которую на самом деле, ну, с течением времени большинство людей выгоняют из своего сада. Наши любимые пластиковые гномики… Ну, они себя уже морально изжили просто. Они морально изжили. Гномики, упомянутые в одном из роликов Викой, какие-то бетонные лани с кучей проработки деталей, да, ещё что-то. Ну, всё это такое… Ну, это грустно, на самом деле. Ну, это, да, несколько лучше, чем лебеди из шин, вероятно. Вот, за неимением лучшего люди пытаются сделать что-то своё. И я их понимаю. Проблема в том, что люди обычно пытаются совместить в мафах две вещи, чтобы, с одной стороны, они были как можно менее затратные, с другой стороны, чтобы это было вроде как эстетично. К сожалению, это малосовместимо. То есть мафы сделаны из каких-то дешёвых материалов или там вот даже из отходов жизнедеятельности, из шин, из пластиковых бутылок. Вы видели подснежники из пластиковых бутылок? К сожалению, видел. Да, вот, ну, я не знаю. Может быть, это уместно в каких-то городских дворах, куда-то действительно ты не можешь поставить что-то, что потом может исчезнуть в какую-то ночь. Но в своём личном саду, повторюсь, это грустно. Вот, на мой взгляд, что могло бы быть оптимальным с этой точки зрения? Я вообще привержен к использованию натуральных материалов в садах. Это всегда благородно. Да, и это касается и мафов, и, там, я не знаю, дорожек и каких-то других элементов, подпорных стенок. Чем проще натуральный материал, чем единообразнее то, что мы используем в саду, тем лучше в конечном итоге всё это вместе смотрится. Если у вас хорошо оформлены дорожки, сделано приличное мощение, да, тем же натуральным камнем, вряд ли пластиковый гномик будет уместен в такой декорации. Если вы где-то используете дерево натуральное, а это в нашем климате, в общем, так естественно, у вас дом деревянный, да, то, может быть, стоит задуматься о том, что и мафы могут быть деревянными, но пускай они будут не такими долговечными, зато это, может быть, будет не так дорого, и это будет сочетаться с другими элементами сада. И опять-таки в какой-то момент в желании сделать что-то своё, да, мне пришло в голову. То есть, конечно, мысль о том, что вот шар в саду – это так красиво, и, в общем, шар – это действительно вот та самая точка, да. И вообще шары в саду – это такая тема, в общем, многогранная, это и растительные шары, да, и стриженные, и растения, которые имеют шарообразную форму. То есть в какой-то момент я решила, что нужно вообще сделать что-то такое, вот какую-то свою малоархитектурную форму. Идея обрела окончательное очертание, когда я нашла на ВДНХ очень старую, может быть, вы видели это, скорее всего. То есть в старых советских заборах бетонных на верху столбов были такие бетонные шишечки. И где-то, бродя по ВДНХ или ботаническому саду, я споткнулась о такую шишечку, которая просла мхом, была полузасыпана листьями. Этому бетону было лет 50, как и забору выставки. Но при этом эта шишечка была очень хорошей сохранностью. Я подумала, стоп, бетон – это то, что доступно каждому, ну, с точки зрения финансов, да. Это, в принципе, когда это небольшая какая-то бетонная вещь, то, в принципе, ее несложно сделать. Она не такая уж тяжелая, незапредельна. Почему бы не попробовать сделать это, если эта шишечка прожила в таких нечеловеческих условиях столько лет и не потеряла, в общем, своей привлекательности, а, честно говоря, то, что она поросла мхом, мне очень понравилось, то почему бы не попробовать использовать эту идею и сделать что-то свое. Вот, так возникла мысль о бетонных шарах, но не просто бетонных шарах, а украшенных листьями. Больше того, мне было интересно сделать шары специально под конкретные деревья, которые растут у меня в саду. То есть именно с листьями этого дерева. Ну, наверное, результаты моего творчества многие видели. До сих пор я продолжаю экспериментировать. И я бы рекомендовала и другим попробовать использовать эту мою идею и сделать, может быть, что-то свое. Они, помимо того, что просто красивые, они еще несут какую-то функцию у вас в саду. Я так понимаю, что они могут служить основанием для мха, который у вас у них растет. Вы их натираете торфом, насколько я знаю. Да, да. То есть, поскольку вот эта шишечка замшилая мне не давала покоя, первые шары у меня были пробными шарами. Я их делала просто из бетона, чтобы хотя бы понять, как это происходит. Потому что бетон – это не пластилин, и из него нельзя лепить так, как ты это делаешь, из глины, из каких-то других материалов. У него есть свои особенности. Мне было важно это прочувствовать. Когда эти шары высохли, я поняла, что они достаточно однотонные. Они, естественно, серого цвета бетонного. Мне захотелось как-то что-то привнести в это. Да, я подумала, что есть такая штука, называется гипертуф, когда делают такой подобный искусственному туфу камень из бетона. Туда подмешивают, в частности, и торф в каком-то количестве. Такие вот элементы садовые, гипертуфовые, это обычно контейнеры. Они потом с течением времени начинают зарастать мхом, потому что вот этот элемент какой-то органики, он все-таки мох – это первое, что туда садится и начинает расти. И чтобы подчеркнуть фактуру листьев и вот оттенить вот эти вот уголки, которые там образуются, я стала вот в эти места, еще пока шар влажный и бетон еще не застыл, я стала туда добавлять немножко торфа и вот так выдавливать в поверхность. В результате, даже когда потом частично он смывается дождями или там от ветра осыпается, то в сухом состоянии все равно остается такая некая тонировка. То есть тени становятся глубже и сам оттенок шара, он меняется на такой, как бы больше похожий на камень. Вообще бетон – интересная штука, несмотря на то, что он воспринимается как такой простецкий строительный материал, серый, может быть невзрачный. Он становится намного благороднее с течением времени, потому что его поверхность, с которой постепенно немножко исчезает известь, она становится такой более пористой, там проступают какие-то эти песчинки. Он перестает быть таким голубовато-серым, как был изначально, опять же за счет торфа приобретает какую-то такую коричневость. И в конечном итоге, когда ты смотришь издалека, ты даже не понимаешь вообще, из чего это сделано, бетонный ли он. И сам по себе материал мне очень понравился. Это вообще достойная замена вот для обычного человека. Резкий камню, на самом деле, это что-то такое вот похожее где-то даже на известняк. И если резать камень мы не можем в своих каких-то садовых условиях, то бетон, пожалуйста, пара стеков, емкость для замеса и большой простор для творчества. Ну, это такой очень интересный получается эстетический эффект, когда сочетаются какие-то элементы архитектуры, чуть-чуть заброшенные, какие-то, может быть, старинные, раньше использовали элементы римских колонн в садах. Сейчас мы немножечко уже отошли вперед, и даже элементы какой-то, может быть, советской архитектуры в саду могут смотреться столь же органично, как и римские колонны, практически те же самые шары. Я, когда был в Бине в ботаническом саду в Оранжерее, я заметил, что у них рядом с некоторыми растениями лежат элементы как раз декора Древней Греции, Рим, что-то такое, где изображены те растения, которые там растут. Я подумал, не там ли вы, собственно, эту идею почерпнули. Ну, в общем, это уже витало давно в воздухе. Да, это витало. На самом деле, то есть, это такая очень простая идея, лежащая на поверхности, мне тоже так кажется. Вот, и вообще я бы хотела в этом плане призвать всех раскрывать себя в подобном творчестве, вот, и использовать, может быть, даже и что-то другое, в конце концов. Но есть же способы сделать что-то легкое, быстро и не жалеть о том, что оно испортилось. Можно делать те же самые шары, например, из иловых прутьев. Это очень легко. Ивы есть везде. Точно таким же образом, используя там какой-то надувной шарик, ты можешь сделать вот что-то такое витое, любого абсолютно размера, да. В какой-то год я делала такие шарики из плитея девичьего винограда. Я накатала вот этих вот шариков разного размера. Ну, хорошо, они там один или два сезона простояли, после этого, конечно, превратились в труху. Тем не менее, это было быстро, это было задаром, это было просто. Ну, хорошо, да, потом спустя какое-то время их место заняли уже вот эти мои бетонные. Но, в конце концов, то же самое касается плетения. То есть, ивовые ветки – великолепная штука. Можно задаться целью, да, если там ты делаешь какие-то, например, корзины, у тебя уже есть опыт этого лоза плетения. Ты уже знаешь, как выращивать вот этот пруд. Но даже если у тебя этого опыта нет, длинные ветки отращивают очень много видовых ив, и даже сортовых. Вот, только что я у себя спилила большую иву в памяти Бажова. Когда я смотрела вот на эту кипу оранжевых кудрей, которая лежала поверженная на снегу, мне было жалко это выбрасывать. Помимо того, что всем друзьям я раздала черенки, я еще из этого попыталась опять что-то наплести. Ну, в общем, тоже, опять же, этого хватит, может быть, на сезон где-то. Эти же шарики можно не только раскладывать среди растений, да, или ставить на какие-то постаменты. Их можно, например, ими украшать, беседку, подвешивать маленькие вот эти плетеные штучки, да, развешивать на деревьях. То есть, варианты различной уместностей, которые могут возникать даже в процессе этого творчества, они совершенно бесконечные. К сожалению, большинство наших сограждан не обладают таким эстетическим вкусом, как вы, и таким умением. Потому что у вас действительно золотые руки. Когда люди смотрят на ваши мафы, никому и в голову не приходит, что это, в принципе, можно повторить. А я думаю, что стоит, на самом деле, отпустить свое творчество и попробовать что-то делать. Начать с самого простого. И, может быть, дальше появится идея, и вообще это приведет тебя к чему-то принципиально новому. Почему и нет. То есть, все-таки вы рекомендуете не покупать, а пытаться вначале попробовать своими силами создать что-то. Да. Потому что ничего мне не это лучше, чем созданное своими руками. Абсолютно. Сегодня вы увидели удивительные малые архитектурные формы, которые создает Ольга Бондарева. Надеюсь, они вас не только впечатляют, но и вдохновят на собственное творчество. Мы желаем вам реализации ваших идей. И то, что воссадок всегда прекрасен. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok